Народная артистка России Как бы, по-моему, не надо никого спрашивать, все, по-моему, это уже знают Какие мои мои? Чувства обострились Видишь, я много об этом думаю Жить с собой, конечно, невозможно Ну, а с другой стороны, для тебя почему-то хуже, чем с тобой Чем близка, чем нравится Приятная, очень хорошая женщина Красотой, добротой Я прихожу после спектакля, я не помню никакого Мой сын расстроен И Валерина мама, Шура, баба Шура, с ним сидела И по телевизору показывали интердевочку И он посмотрел, когда был маленький Ну, там, я не помню, класс пятый Может быть, он посмотрел интердевочку и был шокирован, значит, тем, что он видел на экране Мама Мама Я чуть не убила Потому что, я говорила, что нельзя это показывать маленькому ребенку Но она так любит это кино, и оно такое доброе для нее Так она все время плачет и с удовольствием смотрела И, значит, сыночка заодно посмотрел Посмотрел и сказал, что мама с сегодняшнего дня все сценарии проходят через мою комнату А сколько ему лет было? Ну, вот где-то класс пятый Поселок Веселый, Дыгенко, 28 Квартира Обойдешься Червочек Нет вопроса Поехали Ну и, конечно, Ванга Конечно, Ванга Об этом даже говорить трудно Потому что это действительно была потрясающая вообще игра и потрясающее воплощение Тут особая комната Особая Особая Эти горы птицы чуют Птицы? Угу Летят, рубят Стая здесь собираются Им горы свою силу дарят И они потом без устают Как я, наверное 87 лет Ванге было До вот ее гибели, до ее смерти То есть, если сейчас у какого-то режиссера лежит сценарий и некому играть бабушку или еще кого-то И он первым делом А кто мне сыграл бабушку последнего? Яковлева И все До 87 лет артистки моего возраста, допустим, не рыпаются Ни что-то, да Не ощутили в себе каких-то новых способностей? Вы знаете, ощутила Все И что же это? А так интересно? Ну, по женам и виду Хорошо И что сам Бог тебе сказал, что ты можешь воскрешать мертвых Да, это было так Да Что сам Бог не имеет такой силы А у тебя силы больше, чем у Бога И это, хочешь сказать, не бывать Этому никогда не бывать Вон отсюда Вон отсюда Ну, как у тебя дела? Свою первую роль в кино Елена Яковлева сыграла в тандеме с латвийским актером Иверсом Калниншем Двое под одним зонтом вышли на экран в 83-м В общем, ты веришь? Ой Нет, я верю только в телевизор Тоже сказка А вот Домовые, водяные, бабы-яги, добрые феи, вот как они теперь? Добрые феи, они ни к чему А вот если бы был домовой А, ну да Да еще симпатичный мужичек Сгодится У нас здесь 5 радиостанций СВХ Теплый прием оказали Елене Яковлевой и на радио СВХ В передачах «Женская логика» Спасибо большое Спасибо Удачное вам интервью, потому что будут сейчас слушать и латыши, и поляки И копию запросил господин Путин тоже А он без этого не может тогда Если он меня с утра не послушает, мой гладийный голос, он вообще работать не может Неизменное чувство юмора актрису спасает всегда А в любых жизненных ситуациях она не устает шутить Даже легкое напряжение перед эфиром снимает шуткой Сравнение скрипучего стула со спецэффектом Все заставляет улыбнуться и снимает стресс Именно смех и ирония, умение пошутить, в том числе и над собой Дают актрисе силы жить и творить почти без отдыха Я вообще отдыхать, честно скажу, не умею И мне хватает дня три Вот в моем понимании отдых это значит просто выспаться Это наконец-то, я не знаю, почувствовать скуку по той жизни, которую я веду Вот это три дня Мы в такой степени привыкли работать, 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 работать А вот тебе кажется, что если ты остановишься хоть на чуть-чуть, то тебя все забудут И если там неделю телефон молчит, то все, уже ты не артистка, тебя все забыли, ты постарела и тому подобное И загоняешь себя в какие-то такие вот рамки бесконечной работы Актеры обычно суеверны и Елена Яковлева не исключение То есть ты выходишь первый раз на сцену, ты не знаешь, как зрительный зал будет воспринимать этот спектакль, чем это закончится И от этого страха совершаешь какие-то вещи, найдешь дырочку и начинаешь смотреть и ищешь каких-то людей в зрительном зале Ну хоть какие-то добрые, чтобы были лица, глаза какие-нибудь И вот потом на протяжении всей жизни спектаклей, иногда там 20 лет, 25 у меня спектакль один шел в театре Ты на протяжении 25 лет в эту дырочку обязательно заглядываешь И если вдруг поменялись кулисы или ее кто-то зашил, то берешь что-то острое, разрезаешь и делаешь на том же зал Ну конечно, получается что-то суеверное О поклонникам творчества и правда есть о чем рассказать В свои 53 Елена не считает нужным скрывать от зрителей секреты становления своей карьеры В красках расписывает как она, девочка из провинции, поступала в ГИТИС Зал просто умирает со смеху Найди глаза педагога и глядя в глаза, жучи Я говорю, с утра я села на такой педагоге А он говорит, нет, ну вы же все-таки приехали с Украины Да, давайте поговорим о запорожском сейчас Я думаю, да что же это такое Я понимаю, я же думаю, не понимаю, у меня же пятерка не нужна А он меня просто тянет на пятерку и все И значит, вот когда я подхожу к фразе Вороне Где-то был подоел ворона взгромоздясь Я с этими словами решила А мысль же, она мгновенна Вот я подумала, что я буду на спинке стула И все, и вот у меня вот прямо уже я увидела эту мизансцену Ну и я не ожидала, что мебель в творческих вузах Она до такой степени расшатанная и раздолбанная Вот то место, на котором сидят, оно свободно вынималось И когда я встала каким-то образом на этот стульчат, да, на то место, где сидят У меня оно как-то из-под ноги вывалилось И в общем, я когда падала и каким-то образом, значит, этим местом в эту дырку засунулась А вместо сыра у меня вот этот стульчат и появился Женская логика Это программа «Женская логика» и сегодня в студии у нас народная артистка России Елена Яковлева Я счастливая артистка, у меня нет этих мук Я как-то легко вхожу, легко выхожу Для меня есть два момента, когда режиссер на съемочной площадке кричит «Мотор!» И вот тогда ты входишь в это Приключение И счастливый момент, когда он говорит «Стоп! Снято!» Поверьте, что все собираются для того, чтобы сделать очень очень хорошо Никто не собирается для того, чтобы сделать это плохо И поэтому глаза горят, душа горит, все рвется к работе И кажется, что вот, наконец-то, это будет какой-то прорыв Пусть не заняли там небольшие деньги, пусть это не блокбастер, не еще чего-нибудь Он такой популярный, но это будет крепко, хорошо А заметьте, песня называется «Авторское кино», которое сейчас звучит Полно симпатичная песня Так, водички, что-то, может быть, сюда вклюдаю, еще чай, кофе, надо что-то Не, мы уже кофе попили Воды, я не слышу уже Последние годы вы живете в свое удовольствие Делаете все, что вам хочется В меру работаете, в меру отдыхаете Вам ничего не приходится делать через силу Это так? Да, скорее всего так Вы сказали о том, что необходимо, чтобы были и взлеты, и падения Обязательно Я так понимаю, и белая полоса, и серая Ну, мы иначе взлетов не замечаем, понимаете, мы такие вот люди Ровненько Да, 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 бежим, что-то делаем, а надо все-таки, чтобы немножко тут спотыкаться надо обязательно Если этого не будет, то крыша съезжает Я много вижу товарищей с потерянной крышей, уехавшей навсегда Спасибо большое Спасибо Спасибо вам С наступающим 8 марта С праздником С праздником Здравствуйте, спасибо большое, что вы пришли У меня уже хорошая традиция Я устраиваю вот такой вот небольшой отчет И И Спасибо Спасибо